Так вышло, что в нашей жизни бывает очень большие огорчения и насилие. Я вот так подумал, что по одному центу от каждого жителя города Спакена и приближенных городов мы можем создать из наших местных гулящих особ Магдалин, которые решили отказаться от греха. Я вот видел одну белую Каманчи. Она, девушка, жизнь у нее рухнула, вышла на трассу, но исправилась и потому что к ней подошел пастырь, объяснил, что грех Магдалины это очень плохо и так далее и тому подобие. Я вот думаю, чтобы эти Магдалины превратились в монахинь и начали династию Магдалины. Что я могу еще сказать вам, что я видел, как их совращают и видео и похотными мыслями, но они очень сильно борются. Очень много афроамериканцев. Вот и очень много, конечно же, и оранжевых, как говорится друзей моего отца. Но, что я еще хочу сказать, что вот я собираюсь ехать туда, в Россию, получать международные права, ну, конечно, под камерой. Там братья-алкоголики одни завязались с алкоголем и решили встать на путь исправления вместе с Европой и Штатами в помощь этого же прихода монастыря. Для этого, как говорится, они трезвенники проходят рак-тест, полностью свидетельствуют и просматривают видеокамеру, как люди сдают на права. Вот очень хочется мне доказать, что Россия, она очень европейская страна, и что там зубрить, зубрить, учить, сдавать, все нужно по правилам. Вот и главное, чтобы санкционный мир состоялся в нормальном положении. Вот из-за некоторых проклятий и так далее, вот особенно Левитов и Ушакова, получается, греческие монастыри и монастырь Ушакова придется все-таки закрыть тогда или же переименовать в Магдалину. Субтитры создавал DimaTorzok